да и я просто далее делаю все то что я хотел да я просто продолжаю записывать если вдруг все таки оборвалась если нету вы просто узнали послышали повтор того же соумного предложения что уже и говорил судим на это логия 3 тонн вероятно узкое направление исследований судим на это логе темнота едва различи что смотрю свеча на бочке прямо средневековье я бы сказал пираты средневековые пираты это люк но мы уже в подвале зависит от точки зрения давай пока не будем спускаться еще не все обследовали в этой комнате у нас указывается сюда надо смотреть типа я понял это сложно а то есть здесь так так я не знаю что из этого будет правильно поэтому пока что делаем так это не трогаем это не трогаем и а тут еще такие есть что нареком могу я сначала так сделать а это поверх остальных нет смотрите это получит а это даже не обязательно они это обязательно вот отсыненько это обязательно так так надо окей так вот это не подходит никуда вот это сложная загадка, окей, я здесь согласен окей, как так сделать, никак я думаю, что мы пытаемся сделать пассажир я думаю, что это простая часть, мы сможем поднять пассажиры с двух символов, которые я создавал, уже они не подвижны я не понимаю, что я говорю, извините о мне кажется, я разобрался немножко о именно это, эй, неплохо что внутри исследования тайные исследования, покоя с заметками и чертежами для исследований первое, наши уникальные флора и фауна являются побочными продуктами ряда еще не дефицированных химикатов второе, эти химикаты присутствуют в воде формируют облако и наполняют озеро что, в свою очередь, вызывает ряд мутаций и растениях и животных третье, большинство больше всего это влияет на молекульных существ на маленьких существ такие как пауки, насекомые моллюски, афибий и ракообразные однако эти химические могут продвинуться и вверх по цели питания и вызывать мутации в птицах и рептилиях несколько раз известно, они не действовали на млекопитающих и кто это научно глубокое расследование впечатляет хотя я не закончил здесь разделена не хватает их от раздела потому что что правильно золотой звук итак это тайная лаборатория пойнтера очень похоже что именно он и пользуется кажется не многие знают о тайном входе верно но если сюда спускается только пойнтер почему он записывает свое исследование в сейф от кого он его прячет да он просто параноид особенно о своих золотом жуке чем ты думаешь он здесь занимается поинтер раскрывает что золотой жук в саду на крыше хранится в обсерватории а почему потому что это такое потому что он золотой в этом все дело думаю да мне кажется его энтология заботит столько же сколько и астрономия это просто хочет наследить флекс если он научится создавать золото от наследия попи вдруг станет бесконечным теперь понятно почему он так боится потерять этого шкафа может это действительно кто-то украл может это все же была фрея нам известно что она пытается проникнуть сюда через этот тайный ход хотя она могла и не зайти что здесь находится может ей просто было любопытно ага любопытно не такая уж она была наивна полагает она узнала что здесь происходит мне кажется мы все еще спускаемся более важный вопрос не может быть что все дело было только в жуке готово готов спуститься вниз снова давай самый низкий уровень старые гардероб выглядят в конец заброшенный два плаща и вдобавок земля так шляпа накинула вверх старые карты на коробке потрясающе ох ну это еще не все они еще и влажные и пустые все это похоже на какое-то подземелье зачем вообще нужны цепи не для того так не для чего хорошего подвалы же обычно не бывает окон мы на дне озера должно быть так верно но если это одно озеро почему оно так выглядит как бело гладко никаких растений вообще ничего озеро так не выглядит где мы а однако книга на самодельном столике это слегка пугает почему мне кажется это детская книжка детская книжка водные и небесные местиды детская книжка с картинками на вид очень старая чернили лентная птица с красно-белым оперением серебро серебро змей водные рептилии с длинным языком имеющих глаз душонос краб с тремя клешнями разного размера омофобия похоже на лягушку с существовало на двух ногах а мы опоздали эта фотография ее покнули зачем и чем не верен каким-то острым металлическим предметом металлический стержень вот как раз часть этого лаки прочный металлический стержень его воткнули в фотографии стержень заканчивается замкнутым острым так наконечника похоже на стрелу или на стрелу часов на другом конце находится небольшая петля через который так продает короткая красная проволока металл чист и отопливал так знаете мне кажется что ее убили с помощью вот этого инструмента типа и она упала ну хотя фиг его знает что на фотографии повреждена фотография фотография в рамке но при этом слегка влажная на фотографии изображена маленькая девочка рядом с ней сидит высокий мужчина они окружены красно-белыми птицами фотографии прорыхнули металлическим предметом и в груди мужчины образовывалась дыра ну это понятно это девочка которая любила птичек это ее отец так так ты знаешь кто это на фотографии да знаю там светок бумаг я попробую достать давай угадай там ничего нет мистичная тут есть кабинет кабинет подожди-ка я знаю что ты думаешь и нет мы там еще не бывали как мы могли его пропустить это птичник это озеро так мне кажется что горизонтальная линия это уровень воды а раньше он был гораздо ниже это кажется важным согласен так мистичный особняк северная часть поперечного сечения пергаментный светок на котором нарисованы планы для огромного особняка горизонтальная линия указывает где озеро было раньше а вторая метка указывает где она сейчас основняк был построен над большим так над большим сооружением состоящая на колоннах над землю озером та комната фрея числилась как склад та комната под названием кабинет находится в центре так странная фотография это мужик это мужчина на фотографии он мне что-то напоминает одну из наших улик это неправильно в смысле ну разве Феликс это для его фигурки для Флора для Флора да все становится понятно если узнать кто это лорд 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 ремингтон ремингтон значит отойти с флоры флоры тогда девочка на фотографии да это она видишь и птица здесь я бы никогда не догадался время не стоит на месте но не знаю но не знаю мне кажется она не с семьи так сильно изменилась а ты заметила как светло в этой комнате в комнате с одной свечой свет в окне проникает я практически уверен что надо не озеро обычно темно а не светло зачем вообще здесь эта комната и почему она выглядит гораздо страннее чем потомая башня мы пока не знаем почему вообще здесь поселились люди почему они просто хотели разыграть так как поинтер с его жуками мне кажется ремингтон пригласил озеро из-за того что было в нем но оно же пустое по сравнению с обычным озером вообще ничего нет ага это сейчас так может быть опоздали я думаю здесь все давай поднимемся обратно в большой зал хочу пойти в последнюю так последнюю комнату пойдем большой зал ого вдруг стало темно сколько времени мы здесь провели это то что надо ведет прямо на самый верх и каким образом мы можем туда подняться подожди-ка здесь темно хотя глаза выкали но думаю здесь есть выключатель лестница хочешь подняться наверх подожди все спят да как я понимаю скрытое сердце подожди а между чьими комнатами он находится птичкой и девки лаборатории да это краб у него подозренный панцирь и нужно увидеть внутренне но у крабов обычно же две клешни не три на три ээээ уверена что стоит это трогать гримор тебе это не кажется знакомым я кажется это неправильно я думаю что нам нужно угадать что ты имеешь ввиду у нас есть вся информация в доселе а да точно это деревянная игрушка которую мы нашли да но я не думаю что нам это поможет кажется я его недавно где-то видела я понял о чем ты эта книжка с нашими находками знаешь в обычной комнате я бы первым делом образом внимание на эту штуковину но здесь она даже в тройку самых интересных вещей не входит какая-то рыба и птичий череп кажется если это птичий череп тогда эта птица была четыре с половиной метра роз так давай забудем об этом что сарконожка многоножка сколько у нее ног слишком много дракон змея змей ага именно топор и охотничья виновка на стене если честно кажется их уже несколько лет никто не снимал мне больше третий предмет волнует третий тот который здесь нет арбалет арбалет да официант журналистский стол получил за бутылка вина кричала так это кто-то пользуется кто-то такой беззаботная что даже оставил здесь а свой блокнот блокнот несколько страниц было вырвано но некоторые остались наконец-то найден пятый посол не могу сказать что у него были какие-то надежды и все же разорвано было неизбежно ничего не отличается от остальных мы мистиды прошел испытание музыкальной комнате очень хорошо даже слишком лаборатория меня тоже разочаровала сколько усилий и чего ради он такой недальновидный даже меня чем так даже и менее чем ожидалось удалось побывать внизу красиво там успели убраться но мне удалось найти то что нужно она попала туда она была осторожна ничего не сдвинула с места но я знаю пора в сторону печь еще жарко внутри что-то осталось в основном зала хотя да что-то осталось сожженный предмет всего лишь куча пыли и золы в зале опа в зале видимо это несколько черных пуговиц до сих пор и видны лоскутки красного цвета опа там перо нежный шкаф почти пустой даже мне так тоже мне новость они называют эту комнату кабинетом а ты бы как это назвал тайная комната смерти гибели это царапины как думаешь она на стекле ага изнутри подсарапано деревянная панель на цепочке кажется на ней что-то раньше было прикреплено панель в центре прикреплено небольшой листочек бумаги на нем нарисованы четыре линии начинающего из дырки в центре на листке поменьше под ним рисунок на котором изображена фигурка в плаще детектив что-то ты нам лжешь ты создал себе образ себе такой что ли или как этой комнаты кто-то пользуется так давай я сразу сделаю вот это охотник мне кажется так где там у нас были вторую втором да открыто открыто закрыто открыто закрыто открыто 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 а да ладно я не думаю что мы нужны мы имеем все информацию в нашем случае апреля запишу сюда сюда соблывании Я уверена, что я видел это. Да подожди! Эта краб действительно... Да, я думаю, что я видел это больше. Это тоже крабы? Идеально. Что это? Что-то, что мы не должны были найти. Арбалет. Где был как раз рулет? Что это? Кабинет. Не пойму, а эта комната изображена на переначальном плане особняка. Но теперь она считается секретом. Это не для всех секрет. По крайней мере, один человек знает об этой комнате. Блокнот лежит открытым на столе. Поэтому мне кажется, что этот кто-то единственный, кто пользуется этой комнатой. Кто бы это ни был, он здесь не только блокнот составил. На доске здесь изображен ценный проект. Кажется, кто-то тщательно продумал его. Жаль, что не хватает некоторых частей. Уверен, что есть. Так, если бы мы нашли... Так, увидели ли его целиком, то сразу бы поняли, что и к чему. Возможно, нам это еще удастся сделать. А я знаю! Девчонка, ты жива. Она просто сделала вид, что она этот. Детективчик. Так. Просто обрезала волосы. Покрасила их в черный цвет. Так, где наш... Детектив. Подожди. План. 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 В плане. Ты имеешь в виду что? Дом. Это не правильно. Это не такое. Нее, которое было запоплено... Это не так. Я не могу третью понять. Ну что мне делать? не грубаюсь не врубаюсь не врубаюсь а подожди так ее нашли до мёртвое ё-моё чё-то заступлю я не врубаюсь гора картина из комнаты фреи и рисунки фрэй нарисовал одежду для детектива хокшона зачем и это что фрэй нарисовала ту картину которые возможно именно поэтому кто-то сфотографировали для справления а вот насчет тех рисунков на которых изображена хокшоу мне кажется их не фрэй нарисовал это был кто-то другой кто-то кто-то не умеет рисовать всем кто-то угодно может спросить актива хокшоу об этом не уверен мы все еще не знаем что здесь на самом деле происходит что случилось с остальными частями где они они были уничтожены они спрятаны в кабинете мы их уже нашли вот здесь у нас была катушка думаю это может прикрепить нас здесь а подожди нет синяя часть да краска я не вот вы за вот эту часть они знаю что могу отвечать за туча может это верно что еще раз давай подумаю что можно прикрепиться к верхней части ручья не за прицел какой-нибудь верно у нас что есть какой-то прицел только картина маль а маленькая лиза точно что скажешь ночью не знаю давай нет делается корпоративных выводов ты считаешь что убийца совершила не с помощью конец раболя точно орудие убийства но это не значит что мы решили это дело я знаю знаете что он что у нас все таки кто правильно убийца у нас хиксом потому что что она что говорил да это моя лупая было в детстве любила это 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 значит это ее это ее а значит я не шарю что мне дальше делать крюки большие крюки нужно обследовать кабинет так измятая бумажка на ней что-то написано да нет почти ничего помочь лайк дэрза капула в стейн взвесенька над надеяна в комнате фрэйва фотография картина удалилась ее панели рисунок на котором изображена хок-шоу удалена с этой панели хорошо дальше роган с ней отцом он на из чай красный стол еще теплый может быть все тут больше ничего нету а тюкард не знаю точно кто те люди на фотографии не знаю но кажется кто-то их серьезно не нам не любил у них все глаза зачеркнуты групповая фотография фотография впрочем так деревянные рамки покрытая пылью выглядит так как будто сделано несколько лет назад на медные таблички в нижнем участке рамки написано послы мистичного особняка на фотографии изображены две женщины и три мужчины одеты в одежду разных стилей а лица всех пятерых людей жирно замазано черными чернилами так ну это понятно это у нас мужик который в трубу смотрит ну типа звездник это путешественник садовник 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 это у нас ну понятное дело который покрасилась и маме вид типа вот это я не знаю это скорее всего художница эта фотография важна это точно еще одна фотография селиться все перечеркнут каким-то черными чернилами страна неужели нет я просто я конечно понял соли соли мы видели кого-нибудь из них здесь в потаной башни англ-чао ну женщина слева немного похожа на попе но у нее совершенно другой смели и я сначала помню что этот парень в верхнем правом углу если присмотреться не думаю что это он убийство все это точно концовочка пора решить это убийственные механизмы ладно доставай блокнот пора сложить все воедино начнем с этого это стрела от арбалета и она совпадает с ранен на теле феи это оружие убийца я уверен несмотря на то что на ней нет крови и и не оказалось рядом с преступлением по моему и потом он спрятали не думаю что кто-то предполагает что мы доберемся до комнаты на дне озера ладно значит фрею убили стрелу из арбалета откуда из нее выстрели так он был над фрей над он был над фреей над над а да на нашем чертеже на все указано в этом обозначили часть места преступления черда идеальное место чтобы спрятаться мы даже нашли там часть оружия проволочка была нужна для того чтобы натянуть стрелу сверху сквозь и что же это объясняет почему мы так и не нашли никаких убийца должен был выронить катушку с проволокой видимо пытался по-быстрому сбежать подожди-ка стрелу выстрелили через трещину полу да прямо на тем местом где фрея лежала на спине нет не складывается если она еще стояла у картины то стрела бы в нее и попало а верно но возможно но картина аж не дырявый сзади тоже убить не могли фрей не стрелы убили думаешь возможно мне не нужно еще подумали над этим если она еще не стояла у картины то стрела бы в нее не попало верно но возможно по диагонали по диагонали думаешь возможно мне нужно еще подумать над этим если она еще стояла у картины то стрела бы не попала в смысле я думал тут те же самые фрей уже лежала на спине еще до того как в стрелу высорили мне тоже так кажется она просто дыхала она потеряла сознание она потеряла сознание она потеряла сознание фрей потерял сознание из-за чего и что было в комнате из-за запаха краски нет из-за флоры из-за граммофона из-за граммофона а как же на граммофон сам по себе на такой не способен граммофон источал ядовитый газ все делал музыки от граммофона и что давай еще раз попробуем на граммофон на сам такое не способен было что спрятано граммофоне было что-то спрятано что-то маленькое что-то здесь у нас есть маленькая банки с красками только кассета на это а что может быть там маленькая находиться фигурка на вряле а вот эта кассета на цена это вот эта кассета он сказал что-то такое directors оставалось ты как это потрясающе вот это вот что мыstrаживаем так это проблема вот это вот это вот не просто а я думаю что это планеты два фрукта так пускай и не путешествие иначе вот почему это то есть Это не все. Но не забывай, что из-за особой формы граммофона звук только усилился. Но думаю, что все дело в громкости. Похоже, это была особая частота. Что же из-за области науки? Когда ты успел стать экспертом в звуковых частотах, используемых в качестве оружия? Я не эксперт, но думаю, кое-кто им действительно является. Помнишь стату, которую мы нашли в музыкальной комнате? Тот горн, на котором она играла, очень похож на форме на граммофон. А осколок стекла там оказался не случайно. Это кто-то ставил эксперимент. Дай подумай, Пойнтер сказал, что увидел, что Флора тоже была на полу. Видимо, они обе были в диапазоне, хотя Пойнтер мог их сорвать. Лично мне кажется, что он говорил правду. Я понял, что Башня Флора была облачена мощной частоты, которая нанесла уймы ущерба. Эти трещины не просто так появились. Краски Фрея, розовая кассета, да и самый граммофон. Все эти предметы понесли похожий ущерб, потому что находились в этой комнате. Ужасно мощная вибрация должна была быть. Такая мощная, что расколола металл и навокутировала человека аж на другом конце комнаты. Ага. Вот это мне кажется как раз и непонятно. Если эта частота была такой мощности, а такой диапазон, как убийца, удалось ей воспользоваться? Наушники. Разве убийца не оказался бы тоже в радиусе? Ты подумай, убийца не мог находиться дальше от граммофона, чем Флора. Убийца защитил себя. Ну как? Это серьезные наушники, плотные. Думаю, они смогли бы блокировать звук. Верно. Давай заново по всему пройдемся. Во-первых, Фрея рисовала портрет Флоры. Они слышали музыку на граммофоне. Во-вторых, убийца прятался на чердаке в наушниках. В-третьих, золотой жук начинает шипеть. Секундочку. Почему? Почему жук начал шипеть? Да, что его заставило это сделать именно в тот момент. Согласно следованию поинтера, он издает шум, когда чувствует угрозу. Не знаю, может музыка не понравилась. Может. Итак. Четвертый. Фрея и Слор потеряли сознание из-за вибраций. Фрея упала на спину. Кисточка и палитра упали на пол, рядом с ней. В-пятых, убийца стреляет из-за арбалета прямо вниз. В-шестых. Стрелу на столь... Так, попробовал. Седьмой. Убийца покидает чердак предположительно. Восемь. Двери вышибают. В комнату на заходе в Фиц с Поппи. Да, это все. Меня кое-что беспокоит. Что? Хочу проверить кое-что. Давай вернемся на место преступления. Уже доиграем. Башня Флоры. Уверен ответ скрыт в картине. Уверен ответ скрыт в картине. Уверен ответ скрыт в картине. Я вижу звезды. Бelier. И что ты хочешь? Громофон посмотреть? Громофон. Электрик. Электрик. И что ты хочешь? вы оставили на почему над подсказку они нам кисточкой палитра недостающая улика что тебе беспокоит здесь ничего не хватает чего то что мы не нашли мы знаем что она держала его в руке пока флора перо чернильника она была здесь в этой комнате куда она подевалась мы нашли его в другом месте мы его так и не нашли мы нашли его здесь в башне флоры мы нашли его в другом месте мы позвали и не успели его спасти значит его украли с места преступления и выбросили в пищу в кабинете видимо и его хотели уничтожить но как как его украли отсюда из башни флоры можно предложить что флора выронила его когда потерял сознание и что потом убийца не мог его забрать он же был на чердаке спрашивается как убийца смог украсть что-то из комнаты в котором он не мог зайти последняя улика на месте преступления фрея оставила его для нас прямо здесь улика в граммофоне улика в незаконченной картине улика в незаконченной картине это конечно не фотография но все же это изображение место преступления прямо перед убийством если бы она только и закончила тогда можно было бы узнать наверняка она действительно ее не закончила она намеренно и закончила то есть мы знаем о кабинете по картине больше чем фрея успела нарисовать фрея приготовила все краски которые собирала использовать до того как и начала рисовать кровь на кисточке желтый не был использован ну что желтый здесь может быть солнце желтая краска это не краска потому что я на пейс на я на пейс понимаете дело в том что здесь два растения заметьте и запрошено а там сайла одно но растение стоило так пригодилось фрея который хотела нарисовать вашей потому что довольно фрея по ошибке потому что блин я не знаю как платье флоры я на пейс на мари где находил я лапс на на лидер был довольны убийцы поэтому я лопать на на лидер так уж и какого цвета тут синего нету заметьте желтая краска была добавлена убийцы потом поэтому растения в горшке я лапать на на лидер я лапать на на лидер ларина на на лидер не врубаясь что фрей планированно рисовать в правом ниже могла предмет в окне жил я лапт у нас что заодно который хотел нарисовать этот гейс желтая краска приходят сделать фрей который хотел нарисовать этот гейс это приняты в окне что-то в окне А что вы к ним? Фрукт. Нет. 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 Это не так. Это не так. Нет. Птицу хотела нарисовать жёлтую. Вот она, наша воровка. Как долго она уже здесь? Она слышала весь наш разговор? Да. Но она умеет хорошо слушать. Так, так. Мне кажется, это послужило хорошую службу, не правда ли? Пенелопа? Пенни. Почему вы? Пенелопа, если вас не затруднит. Но перед таким, как мы начнем, кажется, осталась существующая формальность, требующая нашего внимания. Свежие руки. Прекрасно. А теперь рассказывайте. Что заставило вас зайти так далеко? Я умираю от любопытства. Желание добиться справедливости ради Фреи. Просто хочется знать правду. Желание добиться справедливости ради Фреи. Неужели? Интересно. Почему вы на это пошли? Пенни. Что вам Фрея сделала такого? Совершенно ничего. Так, вы просто ее ненавидели без всякой той причины? Фрея Феллоу служила источником вдохновения для нас всех. Она обладала огромной энергией. Желание создания что угодно из ничего. Сила и воля расширяла свои границы. Она была поистине свободной. Она была всем, чем я и не могла быть. Знаете что? Я тут понял, что не имею ни малейшего понятия о том, кто такая Пенелопа Пойнтер. Странно, да? Учитывая, что мы с ней виделись уже, кажется, три раза. Верно. Откуда нам узнать, что это не просто еще одна маска? Вы считаете, что уже хорошенько нас... Вы потушили, да? Еще несколько часов в пустой башне. И вам уже кажется, что вы хорошенько всех изучили. Раскрыли все наши секреты по честу и чтобы аккуратненько ввести в список своим блокнотики. Валяйте, сделайте одолжение. Что у вас там написано? Пенелопе Пойнтер. Пенелопа? Ха. С этим не поспоришь. Не правда ли? Пенни, мы знаем лишь то, чем вы с нами поделили. Так, почему вы нам не по... Так, почему вы в зону не помочь нам? Что ж, Пенелопе Пойнтер на самом деле вообще не важна. Она маркетинг сравнил с тем, что жил до нее и теми, кто появился после. Живя в Путанной башне, очень трудно достичь того уровня саморазвития, который вы принимаете за данность. А вы уверены, что дело в Путанной башне, а не в вас? Возможно, вы заметили, но все несчастливы, абсолютно все. Несчастливы. Так, зачем тогда здесь жить? Почему вы не уехали? Так она уже уезжала. Пенни, разве вы не говорили, что путешествовали? Да. Я уезжала столько раз, но мне это не помогло. Вы видели родословную, висящую в большом зале, не так ли? Да. Куча людей уже здесь не живущих. Куча людей уже здесь не живущих. Замечательно выразились. Например, моя мать и мой отец. Два других Ремингтона, мать Поппи, Прим Муроза и брат Ричард. И отец Фитца. Пятеро. Пять человек, которые могли бы жить здесь, но не жеребут. И это был первый вопрос, на который я искала ответ. Вы хотели узнать, куда они все были? Не только. Я хотел узнать, есть ли я должна быть быть с ними. Для меня здесь нет места. Ни среди Феллума Ремингтонов, ни среди Пойнтеров. Но мне казалось, что должно быть причина, почему они все уехали. Как это общая цель, которую они все хотели. Возможно, она могла бы стать и моей целью. И что вы сделали? Я ничего не могла сделать. Сначала. Никто ничего мне не говорил. Чем больше вопросов я задавала, тем меньше ответов я получала. А затем я нашла это. Мне было 19 лет. Сколько жестоко Фрей сейчас? Что вы нашли? Кабинет. Птичник. Чердак. Кабинет. То, что спрятан в центре дома. Прямо за ее спальней. Я слышал голос по ночам. Низкие голоса. И самое странное. Стена за моей кроватью становилась жаркой на ощупь. И не остывала часами. Краска осыпалась. Обуя отклеивались. Я думала, что меня прокляли. Думала, что это было что-то, что пыталось прорваться наружу. В конце концов, я не смогла это больше терпеть. Я нашла это так же, как и вы. Если знаете, что я имею ввиду. Значит, вы попали в кабинет и увидели печь. Вам это принесло облегчение? Она была еще теплая, когда я ее нашла. А потом я заглянула в нее. Посмотрим, как тщательно вы подготовились. Скажите, вы знаете, что такое местида? Местида. Местида? Ага, конечно. Ммм, а вы внимательнее, чем я думала? Извините, вы о чем? Это собирательный термин, используемый до того, как я родилась. Птицы, насекомые, афибии. Все, что питается водой из озера. Мутация занимается несколько поколений, или могли произойти за одну ночь. Подождите, вестиды, это что, вроде криптитов? Вроде снежного человека? Немного неподобающее сравнение, а... Подозрела, что это было сказано специально. Самое главное различие в том, что местида в настоящее просто их существование. Если, по крайней мере, так изначально задумывалось. Но некоторые из них выбрались в мир. И такие оказались много. Откуда вы это знаете? Когда я решила, так, зашла в кабинет, тогда и в 19 лет, я нашла там предмет, который изменил всю мою жизнь. Что-то, что ответило на все мучившие меня вопросы, при этом продуктив куча новых. М-м-м-м-м. Это не то. Пять недостающих членов семьи, стоящих воедино. Произвавшие себя послами мистического особняка. Так значит, дом переименовали из мистического особняка в путанную башню. И правильно сделали. Эта эра мистического особняка давно уже прошла. Когда я заглянула в печь, тогда во время моего первого визита в кабинет, и нашла там только залу. Осадки. Так, былой эпохи, в которой мне было полностью отказано. Кабинет комнаты на две озера. Да, и самое озеро, это всего лишь пустышки. Я знала, что послы были моей единственной надеждой. Если бы я их нашла, возможно, возможно, они поделились бы со мной семейные истории, которые Флора и все другие так старались забыть. А как вы их нашли? Это было нелегко. Они практически все забрали себе книги, карты, чертежи и самих созданий. Все были утеряны, забраны или уничтожены. Но мне повезло. У меня появилась зацепка. Я нашла одного. И они привели меня к остальными. И что случилось потом? Почему вы закрасили их лица? Они вам тоже не помогли, не так ли? В 19-летний мне хотелось вернуться, что они мне все ушли с миссией, единой целью. Но это было не так. На самом деле, они были так же разочерны, как и те, кто все еще живет здесь. Большинство из них забросили искать убежища мистидов. Некоторые возомнили себя исследователем, другие стали охотниками. И никто из них пятерых не принес мне никакой пользы. Даже ваши родители. В итоге я вернулся в Путанную башню, мне больше некуда было идти. Я собиралась сдаться. Но вместо этого я приняла решение. В Путанной башне был только один человек, который меня еще интересовал. Мой дорогой дядюшка Пойнтер, который вдруг решил показать заняться астрономией. Довольно легкомысленно, затея не думаю, что кто-то в этом поверил. Но я знал, что это было не просто притворцем, это была маска. Пойнтер что-то обнаружил, что-то из эры мистидного особняка. Мистер Манчин. Это не правильно. Это не правильно. Это не правильно. Он золотого жука заметил. А где это нашел жука? Не уверена. Моя теория, что он получил его по почте. По почте? От кого? Кто знает? От кого-то, кто не живет в Путанной башне. Однако мысль о том, что он поддерживал связь с этим человеком все это время. Я решила взять то, что мне причитается. Поэтому вы украли его. Кража жука оказалась всего лишь первым шагом. Узнав, что он пропал, Пойнтер не стал скрывать своего раздражения. Я спросила, что же его беспокоит. Он решил рискнуть и рассказать Толику, так, Толику правду своей племяннице. Он сказал, что потерял редкого сокровища, которое он охранил как зенец ока. Я с невинным так видим предположила, что возможно оно не было потеряно, что возможно его украли. Он явно был готов поверить тому, что полу-жертвовая кража. Когда я предложил ему позвонить частному адресу, он охватывался за эту идею. Она приехала на следующий день. Хокшоу говорит со своей пунктуальности, видите ли? Но зачем? Зачем? Зачем вам все это? Костюм, имя, все это маскарад. Грустно признавать, но Пенни Мойнтер мне стало совсем ни к чему. С Хокшоу мне открылось многое преимущество, новые горизонты. Да вам же не обязательно было прикидываться, что вы работаете на профессора. Это было одно из преимуществ. Пойнтер был в таком и беспорядном состоянии, что наконец-то решил поделиться своими секретами. На второй день Хокшоу объяснил, что ей нужно объяснить секретную лабораторию. Пойнтер сдался и дал мне код к статуе с Арфа, и сделал это он, хотя... Но все же... Так, вы украли исследование Пойнтера? Украла бы, если бы нашла что-нибудь стоящего. Но на удивление оно... Так, обидел... так, совсем пустым. Совсем неглубоко вкопнувший в состоянии тайны жука. И что это за тайна? Ха... Верхняя часть его панцира состоит примерно на 90% из золота. Но меня не интересовали эти 90%. Вы когда-нибудь интересовались, что именно делает здешняя вода такой уникальной? До того, как поставили истинный особняк... До этого так озеро было... Было озеро. Лорд Ремингтон построил с женой здесь небольшое сооружение, предположительно исследовать советскую станцию. Прошло 2-3 поколения, и как вы видели, здесь почти ничего не осталось. Послы все забрали с собой. И все, что они не забрали, они сожгли в печи. Однако, благодаря недополнительному анализу, я обнаружила то, что другие не заметили. Это не Ахти, что у меня есть все, что мне нужно. Тогда почему на этом все не закончилось? Почему вы остались? Почему вы убили Фрея? Уволя Фрея... Уволя Фрея Феллу. Пропустя... так... Попросту говоря, Фрея была слишком хороша. Это моя вина. Я довел ее до крайности. Сама того не зная, но все же, беру вину на себя. О чем вы? Вы знаете, что я создал хок-шоу на основе рисунков Фрея? Это... почти? Но это не правильно. Рисунки? Это не правильно. Ммм... в плане. Это не так. В смысле, это не то. Это не так. Что-то нарисовал Фрея, что Пенни использовал для создания... Это не так. Это не так. Это не так. Это... но это не правильно. Это правильно. Это так. Я решил, что... они были совершенно абстрактными. Мне показалось, что они... наделены хорошей энергией. Но позже я узнал, что это была своего рода фигура. Что-то из повторяющего кошмара Фреи. Несмотря на всю ее живость, мне кажется, Фрея страдала больше всех нас. Она отчаянно пыталась покинуть путанную башню, но не могла просто взять и уйти. Но во время она пыталась приобретать в лабораторию Пойнтера. Думаю, Фрея и ее друзья почти разгадали те символы на статуе с Арфой. Почему она так и не интересовалась в лаборатории Пойнтеров? Мне это тоже заинтересовало. Сначала я думала, что она просто хотела освободить Жуков. Они ей так нравились, и то, что делает Пойнтер, жутко ее расстраивало. Но я думаю, на самом деле дело было в другом. Она хотела освободить Фиону. Фрея, Фиона. На самом деле, Фрея не могла покинуть путанную башню, в том, что она не могла уговорить Фиону уехать с ней. Это всего лишь гипотеза. Но я думаю, Фрея считала, что, разоблачив секреты Путанной башни, рассказав их не только всему семье, но и всему миру, она подставила бы под удары все три семьи. И, возможно, таким образом сумела бы освободить Фиону атаков ее наследства. Такой был ее план. Но потом кое-что случилось. Фрея не успела приобраться в лабораторию Пойнтеров. Но она нашла ваш кабинет. И ваши записи, и тут фотографии. Спросим, она обо всем догадалась быстрее, чем мы. Значит, она догадалась, что случилось с пятью послами. А именно, что вы с ними сделали, когда они оказали вам помочь. Отказались. Фрея обещала Флоре нарисовать ее портрет в подарок на ее день рождения. Прощальный подарок. Она должна была провести в заперти комнате несколько часов вдали от друзей. Это был мой шанс. Но зачем спрятаться на чердаке? Зачем вообще придумывать все это с Жуком? Жук в граммофоне был не для Фреи. Он был для Флоры. Она не заслуживает этого. Она уже столько всего перенесла. Я не могла выманить Флору из комнаты. Но если бы она потеряла сознание, тогда бы она ничего не увидела. Зачем нож? Иллюзия нарисованного ножа с кроме. Это было для Фионы. И Поппи тоже, наверное. Это было что-то, над чем они могли задуматься. То есть это так отвлекло их, пока вы убегали. Это помогало им пережить это идея абстрактного, сверхъестественного. И верю, это несколько облегчило их боль первоначально. И вас это тоже отвлекло. Тогда почему вы все еще здесь? Почему вы не воспользовались шансом и не уехать? Ах, ну... Я ждала возможность забрать свою жуку. Мне не хотелось уехать без него. Подождите. Он все еще здесь? Он все еще в граммофоне? Вау. Крайл озера. Что происходит? Поппи! Они оба проснулись. Я вижу. Вы в порядке? У меня голова болит. Что с нами случилось? Вы оба болели без сознания. По моим подсчетам 14 минут. Правда? Вы оба в порядке? Нет никаких травм. Это жук, который в граммофоне? Я услышал его сквозь потолок. Тот же звук, что мы услышали до убийства. Видимо, это было... Так... Как мы попали сюда? Что случилось с Пенни? Фит спас вас обоих, это очевидно. Когда я поднялся в башню Флоры, вы оба лежали без сознания, а Пенни сидела рядом с вами на карточках. В руках она держала свой арбалет. Кто знает. Может, она просто проверяла, не спите ли вы. Вы знали, что она... Что это она убила Фрею? Поппи и Фифи подозревали, что это она. Оказывается, они уже почти раскрыли убийство. Фит не хотел нам верить, потому что ему нравится Пенни. Очень даже. Подожди... Это все Пенни? Но что случилось с Фитсом? Что она сделала, когда увидела вас? Выпрыгнула в окно. Что? Она выжила? Да. Я слышала, как кто-то приезжал в засаду за моим... Но к моему в тревожник, как я вышла проверить, ее уже там не было. Подождите-ка. Поппи, почему у вас шляпа птица Пенни? Она оставила его. Подожди, так это была Пенни? Эм, что? Я нашла его на полу в птичниках. Он был совершенно один. Бедняжка. Злая тетя вообще не позаботилась давить. Совсем нет. Приношу свои извинения. Кажется, Поппи находится под впечатлением того, что птица пронимает человеческий язык. Значит, Пенни сбежала. Я боюсь, что она сделала. Мы подозреваем, что она может попытаться сбежать. Я ждала ее здесь, на берегу озера. Оказалось, что из меня некудочный стражник. Она уплыл на лодке. Она забрала жука с собой? Ага. Откуда вы знаете? Потому что он здесь. Он все еще в граммофоне. Видимо, я ее испугал, ведь у нее был шанс забрать его. Поппи? Что ты с ним сделаешь? Адаша обратно отцу? Нет. Он не принадлежит никому. Поэтому я поставлю его на землю и больше никогда не побеспокою. Я думаю, это то, что ей бы понравилось. Я думаю, это то, что ей бы понравилось. И, в принципе, конец игры. На самом деле, игра довольно прикольная. То есть, я думал, она там, ну, идет, знаете, на несколько часиков, когда там часа два, три. Но нет, она вышла где-то у нас на часов пять. Но это потому, что мы с вами все исследовали, что вообще было возможно. Смотрели все диалоги, которые вообще были возможны. И, в принципе... Подождите. Так, виновата была девка с... Птичка, да? Так я не врубаюсь, подождите. Как? Как девка-птица может быть в двух местах? Что-то не складывается, не думайте. Да, как-то она не складывается. Ну, что можно прикольно сказать? Атмосфера довольно прикольная. Музыка тоже довольно прикольная. Загадки сложноваты в какой-то степени. Ну, такое. Вот, смотрите. А, ну все, тогда, да, у нас выходит. Это конец. Почему? У нее такие волосы здесь. А, не, она же сняла, типа, вспомнил. Пенни. Это серьезно, Пенни? Так, а... Как так? Я, на самом деле, в какой-то степени не понимаю. Ладненько, давайте тогда... Так, главное, менюшку выйдем с вами. Может, еще как выйти. Игра довольно прикольная. Я это не отрицаю. Да, были сложные моменты в каких-то местах. Где-то бывал хромал перевод в плане перевода-перевода. Довольно незаметно и все такое. Ну, в принципе, как-то так. Поиграть так вечерком можно так пройти. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.